Отбирая события и факты для следующего сюжета, мы поймали себя на мысли, насколько некоторые реформы, произошедшие в казахстанском обществе совсем недавно, прижились и стали чем-то само собой разумеющимся. Наверное, потому что к хорошему быстро привыкаешь. А вот кому в 2023 хочется поскорее выкинуть из памяти и надеяться, что подобное уже не повторится, так это нашим аграриям. На полях Казахстана в этом году развернулась настоящая битва. Битва за урожай. Сначала удар нанесло засушливое лето, на юге из-за истощения водохранилищ даже пришлось ввести режим ЧС. Технологический процесс был выполнен правильно, но из-за того, что у нас острый дефицит воды, уже практически месяц нет воды поливной, наше поле сгорело, более 150 миллионов убытков. Когда же аграрии начали уборку, крайне не вовремя пришли дожди и уже созревший урожай фермеры просто не могли вывести с полей. Зерно у кого-то проросло, у кого-то оно набухло. При рыночной стоимости 85 тысяч тенге за зерно третьего класса, они боятся, что не смогут его продать даже за 40-45 тысяч тенге. Между погодными напастями была другая, уже позабытая фермерская беда – сайгаки. 20 лет назад популяция насчитывала 21 тысячу особей, теперь же их практически 2 миллиона. Защищаемые законом степные антилопы уничтожили 880 тысяч гектаров посевов. В деньгах это многомиллиардный ущерб. В том числе поэтому принято решение о контролируемом отстреле. Что же касается итогов битвы за урожай, то зерна собрали порядка 11 миллионов тонн. Накормить страну хлебом хватит, а вот экспорт пришлось сократить. У Генеральной прокуратуры в 2023 появилась новая обязанность, уже активно реализуемая – возвращать активы, незаконно выведенные за пределы Казахстана. Деньги и имущества, купленные на них, могут снова оказаться, так сказать, на родине двумя способами – принудительным и добровольным. В этом году госказна пополнилась различными активами, среди которых оказалась даже железная дорога. Общая сумма уже возвращенных – триллион тенге. Сделки на еще 500 миллиардов следователи сейчас изучают в рамках уголовных дел. Судебный процесс года. Экс-главу КНБ Карима Масимова и троих его замов признали виновными в госизмене, попытке насильственного захвата власти и превышении полномочий во время январских событий. Им дали от 3 до 18 лет колонии, имущество конфисковали. По другому уголовному делу, своего добра и свободы лишился бизнесмен Кайрат Боронбаев. Но поскольку он признал вину, заключил сделку со следствием и добровольно передал государству разное имущество на сотни миллиардов тенге, разрешенное по закону сокращение реального тюремного срока ему одобрили. В 2023-м получили возможность начать все с чистого листа в финансовых вопросах те, кто больше не справляется с долгами. Да, я уже 10 раз пожалела, что я вообще связалась с кредитами. У меня сейчас с пенями миссии, если досчитать, у меня сейчас 700 тысяч вообще. Меня на работу не берут, у меня сейчас доходов нету. Я сама живу на квартире, двое детей, получаю АСП, а насчет АСП я не могу этот кредит оплатить. Процедурой банкротства физических лиц в первый год попытались воспользоваться 76 тысяч граждан. Но списание долгов в обмен на временный запрет кредитования и контроль доходов со стороны государства к декабрю 2023-го получили только чуть более 8 тысяч человек. Ведь у банкрота не должно быть имущества, плюс реальная, а не сфабрикованная невозможность платить по счетам. В планах правительства в следующем году законом запретить выдавать займы тем, у кого уже есть просроченный кредит, а также ограничить максимальную сумму потребительских займов. Завершена подготовка для запуска проекта «Нацфонд детям». Постулат Конституции о том, что недра принадлежат народу, теперь будут иметь фактическое выражение. Через месяц на счета всех детей поступят первые выплаты. По прогнозу министра нацэкономики это будет порядка 100-150 долларов. Всего же за 18 лет, пока ребенок достигнет совершеннолетия, ожидается, что у него будет накоплено порядка 3,5 тысяч долларов, которые можно будет потратить на решение вопросов учебы и жилья. Если экономика страны будет расти, если будет расти размер самого нацфонда, выплаты будут увеличиваться. На мировой арене в 2023 году Казахстан много работал в команде. С ведущими державами – Китаем, США, Евросоюзом и Россией – наша страна провела саммиты в формате плюс 5. Пять стран Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан – выступали единым фронтом. Конечно, национальные интересы как были, так и остались на первом месте, но с оглядкой на интеграцию общих целей. Сейчас около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится на Казахстан. Придавая большое значение развитию транзитно-транспортной отрасли, за последние 15 лет мы направили на эти цели свыше 35 миллиардов долларов. Запущены такие крупные инфраструктурные проекты, как Казахстанско-Китайский логистический центр в порте Ляньонган, Сухой порт Харгос, транзитная магистраль Западной Европы, Западной Китая, железнодорожный коридор из Китая в Иран. При этом мы не останавливаемся на достигнутом. Каждую страну, с которой мы сотрудничаем, президент поручил поставлять больше отечественных товаров, а их бизнесменов призывал вкладывать деньги в производство нашей страны. Причем делал это в личных беседах, и эффект от этого был очевиден уже до конца 2023 года. Политическая весна Казахстана началась с обновления законодательной ветви власти Сената и Можилиса. Изменился и формат работы, и состав. Впервые за долгое время баллотировались самовыдвиженцы. В Можилисе они заняли 29 мест. В партийном плане тоже изменения. Сразу шесть получили достаточный вотум народного доверия. Причем одна из них новая – Республика, одна ни разу не проходившая ранее – ОСДП, и партия АУЛ, которая уже бывала в Можилисе, но в предыдущий состав не попала. А еще по новым законам у избирателей есть право отзывать депутатские полномочия у кандидата, который не оправдал их надежды. Фактически, в любом случае, Аманат взял конституционное большинство, но, опять же, внутри у нас есть другие пять партий, которые по какому-то конкретному вопросу смогут объединиться или, по крайней мере, блокировать какие-то вещи. Вы знаете, я верю, что мы изменим жизнь нашей страны к лучшему. Я просто уверена, что столько партий, такие все, знаете, нам будет проще, когда так много партий что-то менять. В регионах Маслехаты тоже обновились. В областях и городах республиканского значения их выбирали по системе 50 на 50. Половина партийный, половина самовыдвиженца. В районах только кандидатов от округов. Таким образом, в представительной власти теперь подавляющее большинство депутаты, которых люди знают в лицо, потому что сами напрямую голосовали. Также впервые в этом году в тестовом режиме выбирали Акимов, части городов и районов. Раньше их назначали сверху. Политический облик Казахстана и правила игры в этой сфере в 2023-м изменились окончательно и закрепились на практике. Роль гражданского общества повышена. Теперь вектор перемен направлен на экономику. На текущем этапе самая важная задача – это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. Сентябрьское послание президента – это набор моделей для разных сфер экономики. Важны все и нужна комплексная работа. У нашей страны есть исторический шанс перейти на новый уровень. Ну и чтобы им воспользоваться, нужны не только деньги и знания, а прежде всего общие желания и стремления. Уровень благополучия страны исчисляется валовым внутренним продуктом. Валовый внутренний продукт должен формироваться трудом и услугами всех граждан, которые живут в этой стране. Если мы все начнем работать и работать качественно, то, соответственно, валовый внутренний продукт будет расти. А если ВВП будет расти, то и благосостояние всех жителей тоже. Это прямо пропорциональные показатели. Светлана Пенькова и Туган Багланов, Ашерхан Абдекеримов и Азамат Сабет. Программа «Аналитика».